Сегодня 110 лет со дня рождения самого известного нижегородского композитора Бориса Андреевича Макроусова. Автор сормовской лирической писал музыку и к таким культовым советским фильмам, как «Неуловимый мститель» и «Весна на заречной улице». Сегодня у музыкального техникума, где учился композитор, собрались его потомки и те, кто любит его песни. Борис Макроусов родился в 1909 году в Канавинском районе. Местом ДК культуры железнодорожников он научился играть на многих музыкальных инструментах. А в этом здании на Алексеевском учился музыкальным техникуме. Здесь и собрались почитатели его творчества. Один из крупнейших композиторов лириков. Замечательный автор, прекрасный мелодист. Душа открывается в этих песнях и прославляется наш Нижний Новгород. У моей дедушки и бабушки любим композитор Макроусов. Поют? Конечно. У меня детские воспоминания. Когда он приезжал на 100-летие с Ормского завода, мне было 10 лет. Вот я ему спела эту песенку «Хорошей весной в саду цветочки». Он мне 25 рублей на мороженое дал за исполнение. Тетя описывает. Он говорит, подходил к роялю, пару нот наиграет, походит по комнате. Подойдет опять, наиграет, опять походит. А к обеду уже раз садится и уже наигрывает, получается, песня. А вы не композитор? А вы кто-то профессий? Я вообще оценщик, а сейчас занимаюсь мебелью. Песни Бориса Андреевича Макроусова, на мой взгляд, они содержат какой-то нижегородский музыкальный код. Поэтому они актуальны. Они от нашего сердца, от сердца наших предков. И, в общем-то, они как-то отзываются и у нас в нашем сердце. «Но ты мне улица родная, ты мне такую дорога». На крылечке твоем, каждый вечер вдвоем. Костры горят далекие, луна в реке купается. Ночь пришла осенняя, стихло все вокруг. На Волге широкой, на стрелке с далекой, годками кого-то зовет пароход. Но девушек наших, чем зор мы нашим, ему никогда и нигде не найти.